Денис, приветствую тебя! Привет всем! Очередной долгожданный эфир, всегда приятно с тобой обсудить. То, что на финансовых рынках происходит, особенно если выпадает возможность поговорить уже по горячим следам. Сегодня именно такой случай, потому что вчера на рынке была бомба волатильности. Многие рассчитывали на то, что серьезный информационный повод, он безусловно не пройдет незамеченным, и какой-то резонанс все-таки будет. Но я почти уверен, что мало кто ожидал, что движения могли бы оказаться вот такими. И мало кто прогнозировал, что мы увидим по рисковым инструментам почти две фигуры, то есть 200 пунктов, без каких-либо серьезных коррекций, но если говорить про первую реакцию. То есть обычно как на серьезном фундаментальном событии бывает там проброс вниз, вверх и развитие тренда. Вчера мы видели, прям риск сразу просел локально. Да, доллар также ко мне полетел в обратную сторону, то есть начал стремительно слабеть. И все это стало реакцией трейдеров на данные по инфляции. Да, отчет очень важный, потому что это отчет, который напрямую влияет на проводимую федерализированную политику и помогает уточнить именно вероятность получения ставки. Это по-прежнему одна из основных тем. Я думаю, что останется тема центральной до конца года, потому что еще три заседания федерализированы, сентябрь, ноябрь и декабрь. Кто знает, до какого уровня ставка может быть раздута. Ну, небольшой такой еще экскурс, скажем, теоретический. По поводу вчерашних данных, есть два вида инфляции. Основной индекс потребительских цен, который включает продовольственные товары и цены на инертоносители, базовая инфляция. В обоих случаях вчера мы увидели значения, которые оказались ниже, чем прогнозировали эксперты. В частности, основной показатель индекса потребительских цен снизился от 9,1 до 8,5%. Базовая инфляция осталась на прежнем уровне 5,9%, хотя многие ожидали, что все-таки из-за инфляционной ловушки и спирали, которые имеют место быть в американской экономике, этот показатель мог бы вырасти до 6,1%. Ну, конечно же, поскольку увидели значение ниже, чем ожидалось, тут же инфляция идет на склад, очень скоро она вернется к прежнему целевому ориентиру, а значит, федерализирую совершенно нет необходимости сейчас также агрессивно проводить монетарную политику, как и раньше, ну, то есть повышать процентную ставку. Здесь я хочу немножечко вернуть на землю трейдеров, потому что сейчас вопрос стоит не так, стоит ли повышать ставку или нет. Вопрос просто однозначен. Насколько ее повысить? На 75 байсных пунктов, ну, возможно, да, после последнего релиза по индексу потребительских цен это было бы крутовато. Хотя, напоминаю, что следующее заседание состоится в сентябре, а в конце сентября и в начале сентября у нас будет возможность проанализировать еще один начерт по инфляции, аузовский, и там уже цифры могут быть совершенно другими. Это будет зависеть, опять же, от того, кто произойдет с оценами на нефть, потому что это один из основных триггеров, которые оказывают самое прямое воздействие на пользователя инфляции. И я, опять же, сторонник того, что мы все-таки можем по-прежнему ориентироваться на повышение ставки в резерве в сентябре как минимум на 50 байсных пунктов. И в качестве доказательства этого всем известный инструмент FedWatch, который анализирует вероятность повышения процентной ставки, это Чикагская биржа. Он вот вчера вырос, точнее, вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов скакнула с 40% до 62%. Вот, друзья, и думается, неужели после такого вы считаете, что Федрезерву окончательно откажется от траектории роста процентных ставок? И один отчет, он еще не меняет общего отношения и погода особо не делает. Также еще после вчерашних данных по инфляции высказались Кашкари, Боллард, Мэри Дейли и Эванс, которые подтвердили, что инфляция как была высокая, так и остается. И не нужно полагать, что американский регулятор может свернуть от стопы проведения более жесткой монетарной политики. Давай к нескольким идеям. Я, на самом деле, предлагаю сейчас, ну, по крайней мере, со своей стороны, я думаю, что распыляться на большое количество инструментов не нужно, потому что лучше дождаться, когда устакается вкладка доллара, когда рынок еще раз переварит всю эту информацию. И после этого уже будет возможность сделать более, наверное, приближенным к реальному фундаментальному прогнозу. Секундочку демонстрации экрана. Давай с евро-доллара. Так, европейская валюта на отметке 1.03.10 сейчас. Нормальный вопрос, логичный после вчерашнего роста. Будет ли евро дальше дорожать? Хороший вопрос, признаю. У меня нет однозначного ответа на него, но я почти уверен, Денис, что евро останется в числе аукцина. Потому что у меня рука не поднимается, вот клик, там, мыши на сделку покупки евро, когда я прекрасно понимаю, в каких непростых условиях касательно энергетической безопасности сейчас находятся страны Европейского Союза. И если мы, опять же, начнем развивать эту тему и постепенно уже начнем смотреть на предстоящий зимний отопительный сезон, я думаю, что все будет хуже, чем сейчас. Кризис выйдет на совершенно другой по масштабам уровень. И это непременно приведет к скачку цен на кубе водороды, на газ, на нефть, негативно скажется на инфляции, на потребительской активности и, в принципе, на экономических условиях в странах валютного блока. Поэтому, отвечая на вопрос, увидим ли мы дальнейшее восстановление евро, если да, то оно будет краткосрочным. Я рекомендую вот смотреть на диапазон сейчас 1.03-1.04, как возможность вот в эти 100 пунктов принять решение об открытии коротких позиций с целью возвращения к паритетному значению. Так, по поводу золота, вот тоже у меня много в комментариях спрашивают, что с этим активом будет дальше. Я какое-то время золотом не торгую, потому что неделю назад обжегся на нем на волатильности вот этой пиле, которая происходила, то, что золото входит в диапазоне 1770-1800 и отбивается от уровня поддержки и сопротивления. Сейчас котировки 1786. Поскольку я допускаю, что еще какой-то резонанс на вчерашних данных по инфляции в отношении доллара сохранится, то есть доллар может локально еще слабеть за счет снижения доходности американских облигаций. Полагаю, что есть шанс все-таки у золота снова протестировать сопротивление 1800 долларов за тройскую комнату, но вряд ли золото пройдет существенно выше. Кому хочется прям руки чешутся, торгануть сегодня золотом до конца недели, то считайте вот отбой от 137 дней, немцемалдящий средний, вот как раз в моменте мы это видим, это условия неплохое техническое, чтобы открыть лонговую сделку с коротким стопом, там, например, в районе 1775 и целями в районе 1800-1810. Но я как таковым золотом сейчас рекомендую не договаривать, потому что ситуация, кто заряжен на средний долгосрок, ситуация неоднозначная и, возможно, будут более интересные точки входа после. И американский фондовый рынок, все уже верят в то, что через месяц-два увидим новый исторический максимум. После того роста, конечно же, который уже случился, я понимаю, на чем основан этот рыночный энтузиазм, но нужно все-таки понимать, адекватно оценивать ситуацию, что локальное восходящее движение – это отнюдь не залог будущего успеха, особенно при том фундаменте, который имеет место быть сейчас. Фондовый рынок уже очень высоко забрался, я думаю, что каткосрочный потенциал роста у него еще сохраняется, например, там, с целями по S&P 4300-4350 пунктов. И я часто уделяю внимание индекс рыночных настроений компании «Маркетс Кайман», которая сейчас сигнализирует о том, что потенциал роста действительно есть, поскольку толпа засела в продажах. И на основании этого индикатора я прям сегодня рекомендую все-таки рисковать, пока что работать по локальному тренду и использовать вот возможности такого каткосрочного роста. Цели обозначил, будем смотреть. Денис, слово тебе. Так, хорошо, слово взял. Отличный экранчик мой видно. Значит, я тут с тобой соглашусь, если только некоторые корректировки есть. По поводу евро абсолютно поддерживаю. Дело в том, что вчера пробой вверх получился больше, чем я ожидал, потому что я думал, что, ну, там, вложенный где-нибудь дадут, там, 1.03 максимум, и на этом все, и потом обвалят. Но добили даже до стратегических уровней сопротивления и до контрольной маржиналки. То есть, ну, вот четко видно, где это находится, в районе 1.03.60. В общем, объем влили вчера классный. То есть, на самом деле, объем был вот в этой свечке, которая кульминационная стала у нас, и сегодня происходит ретест зоны кульминации. Я бы сказал, что самый интересный диапазон, вот если посмотреть, в районе 1.03, чуть меньше мы округлим, 1.03.30, 1.03.65. То есть, вот это тот диапазон, от которого очень даже возможен дальнейший отскок вниз. Потому что, честно, я не верю в рост рисковых активов, вот сейчас, на данный момент, за исключением фондовых индексов, но там сезон отчетности, поэтому просто за уши тянут все, что могут. Вот, а по поводу вот валют, особенно учитывая, вот я еще такую трендовую сопротивление накинул, достаточно сильное, мощное, само по себе, и сопротивление очень близко было ценой. Может быть, в моменте, как-то она попытается дать перехай, вообще не исключаю, все может быть. Но мне кажется, что попытаются без перехая, в итоге сформируют зонку продавцов, и все равно двинут вниз. Потому что, еще раз говорю, я не верю в какой-то серьезный рост по евро. Тем более, блочные сделки по фичам также на продажу здесь закидываются. Касательно золота. Значит, по золоту здесь у меня вообще изначально рассчитывал, что движение продолжится вверх вот к этому диапазону, 1820-1833. Очень сильный диапазон, в котором также опционное вливание находится у нас на 1830, в котором также уровень опорного объема еще с предыдущих контрактов у нас есть. В общем, здесь даже блочными опционными спредами все залепили, причем залепили сильно. И единственное, что в момент меня чуть-чуть смущает, почему цена туда может не дойти, потому что очень крупный фичерсный объем у нас вот в этой свечке, даже самой свечи не видно, насколько сильно залепили здесь объемом. Поэтому в идеале, как я хочу видеть, перекрытие вниз, то есть если его сделают, если появится вот такое перекрытие вниз, тогда можно будет в дальнейшем работать на коррекцию. Или же если с текущих на перекрытие вниз не дадут, то добой сделают вверх, и с верхнего диапазона уже двинут полноценно вниз. То есть либо один, либо второй вариант. Для первого здесь нужно, чтобы дали перекрытие, потому что пока перекрытие не дадут, то цена находится в области фактически накопленных объемов. То есть вот у нас два профиля, рейтинговый объем у нас вот здесь вверху, и поэтому нужно, чтобы хотя бы до ключевого дошли вниз. Тогда уже можно будет действовать. И по поводу S&P 500, дело в том, что предыдущий диапазон был очень сильным. Вот в этой области было 4,125, 4,150. Его раз прокололи, два прокололи. Но дело в том, что фондовый рынок опять-таки, он сейчас растет только благодаря нескольким компаниям. И все. То есть основные сектора сейчас падают. И которые по NASDAQ, которые по S&P 500. Но отдельные компании, там та же Apple, например, пытаются еще, видите, выруливают, скажем, вверх. Но если учитывать общую направленность, то есть она никуда не девалась, и общее движение у нас по-прежнему вниз. Поэтому я думаю, что вот сейчас диапазон как раз очень сильных опционных вливаний. Вон 4,230. Возможно, там добьют в моменте 4,250. Но я все-таки отсюда ожидаю отскок вниз. Причем отскок, я сейчас показываю, такой самый ближайший уровень. То есть по объемам, которые сейчас построены. Но есть потенциал и спуска ниже. Вообще в идеале, конечно, я ожидаю спуск в район примерно 3,950. Это уже когда полноценная коррекция у нас сможет развиться. Так что если сработает вот такой триггер по тем же, например, валютам, и бакс пойдет в полноценную разворотку, то есть на G500 особо ничего больше другого не остается. Точно так же, как среагировать вниз. Выше вот те уровни, которые ты обозначил, я вижу тоже, что на них. Особенно вот интереснее всего это 4,295. В общем, если говорить 4,300. В общем, уровень с точки зрения опционов он также очень сильный. Причем здесь заливались контракты еще в начале июня месяца. И ожидание было, что сюда могут дойти. Хотя точно такие же заливки были еще и на 4,150 сделаны примерно в середине июня. Но верхний кто-то сюда все-таки ждал. Причем очень агрессивная была сделана заливка. В общем, я за этим моментом сейчас очень пристально слежу. И оба варианта абсолютно одинаково конечный результат, потому что покупать здесь нечего. Абсолютно нечего покупать. Здесь тоже перед новостями это была как игра в угадайку. Я ожидал, конечно, что будет пробой вверх, но не думал, честно, что он настолько сильный будет, что такой импульс. В любом случае, думаю, что все же по валютам, если на G500, у нас вернут котировки. То есть, как это было, например, сделано в пятницу, с пятницы, точнее, на понедельник, точно так же. И в ближайшее время, думаю, что полный возврат нам сделают. Так, Денис, спасибо тебе за точку зрения, за анализ, разбор. Ну что, следим. Ситуация, когда она устаканится, стабилизируется. Тогда в следующий раз с тобой снова обсудим. Посмотрим, где там будет доллар через неделю. Опять же, я все-таки рассчитываю на то, что, согласен, риск фундаментальный. Он остается уязвимым перед дальнейшим снижением. Но, возможно, нужно, чтобы доллар сейчас немножко одумался и снова осознал, что среди прочих финансовых активов и на фоне сохраняющейся, в том числе и геополитической напряженности, только у него есть шанс на вот этот средний, тежедолгосочный рост. Ну, всем нужно время и, возможно, доллару тоже. Кстати, я вчера читал еще момент, что Сити Групп в сентябре ожидают якобы повышения процента ставки на 1%. У меня уже автоматически, знаешь, такой триггер срабатывает. Если они говорят 1%, значит, будет где-то 0,5%. Вот практически всегда, если они говорят, будет там повышение чего-то, либо рост там какого-нибудь актива, он обязательно движется в обратную сторону. Да, есть. Это какой-то опережающий индикатор. Ну что, еще раз спасибо тебе. Хорошего закрытия недели и хороших выходных. Да, спасибо тебе тоже. Отличный выходных. И хорошо постараться эту недельку, да, доторговать. Точно. Пока. Всем пока-пока.